Начну обзор с изменений в автомобильной сфере. С 1 октября этого года водители могут предъявлять права в электронном виде. Сделать это можно через приложение госуслуги авто. Отмечу, такое нововведение пока что работает в тестовом режиме. Также участники дорожно-транспортных происшествий теперь не обязаны фиксировать фамилии и адреса очевидцев. А страховщики, в свою очередь, должны ознакомить потерпевшего в ДТП с результатами независимой технической экспертизы. Немало изменений произошло и в банковской сфере. Клиенты финансовых организаций смогут самостоятельно устанавливать запрет на некоторые онлайн-операции. В том числе максимальный размер для одной транзакции и дистанционное предоставление услуг. А как же обезопасить себя? Достаточно написать заявление в своем банке. Причем отменить запрет или изменить условия можно в любое время. Ну а банки должны проводить идентификацию всех устройств, с которых клиенты проводят онлайн-операции. С 1 октября в России проиндексируют пенсии для неработающих жителей, которые достигли 80-летнего возраста. Раньше доплата составляла 6,5 тысяч рублей, теперь она увеличится вдвое. Отмечу, что пенсии проиндексируют автоматически. Заявление писать никуда не нужно. Однако вырастут в октябре не только пенсии, но и зарплаты бюджетников и сотрудников силовых ведомств. Заработная плата увеличится на 4%. Изменения затронут сотрудников ОВД, уголовно-исполнительной системы, государственной противопожарной службы, а также таможенников судебных приставов и других. Следующая новость будет интересна представителям бизнеса. С 1 октября в России закончился мораторий на банкротство. Он действовал 6 месяцев, с 1 апреля 2022 года. За это время было запрещено возбуждать уголовные дела по заявлению кредиторов. Обзор важных нововведений октября для вас подготовили. Елена Катаева, Никита Игнатьев. Наши новости.